Но сейчас о том, что без ДТП не обходится даже в пустыне. Российская мотогонщица Анастасия Нифунтова во время мавританского этапа Африка и Крейс сбила козу. Обошлось без пострадавших, а вот как инцидент повлиял на положение нашей спортсменки в общем зачете, знает Жанна Карпенко. Чтобы увидеть гонщиков не только на старте, но и посмотреть, как они проходят испытания в виде песчаных дюн, мы отправились по их боевому маршруту. Но наш пресс-кар застрял в песках Мавритании. Освободить его – наша задача. Уже слышно, как ревут моторы, но по-прежнему нет ни мотогонщиков, ни грузовиков. Отсюда открываются совсем другие виды Мавритании. В бивуаках жителей пустыни сплошной минимализм – ковры да посуда. А в этих матрасах местные жители, видимо, хранят воду под солнцем, она быстро нагревается. А вот еще одни обитатели пустыни – верблюды. Этим местным мы припасли подарок. Мы очень болеем за нашу команду «Вебрессинг» и популяризируем автоспорт, так и здесь, в Африке, в Мавритании. Это мы делаем весьма необычным способом. Наклеим наклейку на верблюда. Возвращаемся на трассу. Последней идет так называемая метла. Ее задача – подобрать авто, сошедшее с трассы. Пока она пустая. Спецучасток – 413 километров разнообразных препятствий. От рыхлого песка до коварных кочек. Кстати, застряли сегодня и оба «Камаза», поэтому финишировали во второй десятке. Но на общий результат в классе грузовиков это практически не повлияло. Не без происшествий и у российской мотогонщицы. Анастасия Нефантова сбила на трассе Казу. Но это не помешало ей закончить спецучасток четвертой. Russian Strong Woman – так называют российскую мотогонщицу. Иностранные СМИ по ходу марафона занимает второе место в классе мотогонов. Жанна Карпенко, Игорь Мазунин, LifeNews, Мавритания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова